а ну вы помните хоть одну распаковку без удивления и ну давайте скроем 70 чайников что за безумие хочется плакать просто друзья на и рому знаю рома он будет танцевать по-любому всем привет друзья очень волнительный этап почти новый год а у нас новогодняя распаковка причем не просто какая-то распаковка чайников их будет очень очень много а начнем мы с подарков от же я сразу их распаковал чтобы потом уже не суетиться тут у нас какие-то офигенские драконы вы вот эти вот вручную сделаны глиняные камни для нарабатывания руками которые еще и с браслетиком из камней причем есть вот такие вот голубенькие там есть желтые очень тактильная есть вообще вот такая краби лапа наверное на какой-нибудь там удачу китайские какие-то лодочки шапочки ну и конечно милые вот такие вот и плята один заяц затесался и два губка боба в общем он прям накидал к новому году подарки то я скажу про эти подарки а ну еще вот сразу в топ это паспорта куча куча паспортов для чайников вы знаете как я к ним отношусь всем кому не нужны напишите мне что с этим мы всем будем делать добром давно я обещал значит вручать например медали тем кто брал четыре бамбука наших профсоюзных таких людей по моему у нас шесть они могут первые себе выбрать из этой любые штуки из вот с этого стола вот одного цыпленка только я обещал вики соответственно первыми выбирают у кого четыре бамбука остальное что останется я буду уже дарить либо с чайниками либо тоже за какие-то ачивки и теперь перейдем главному событию ради чего мы здесь все и собрались этот момент может стать как очень счастливым так и печальным если хотя бы один а я уж молчу больше чайника будет разбито пожалуйста же надеюсь все хорошо упаковал так первый чайник кстати это вот знаете очень долгожданный чайник я даже как-то не сразу узнал так погодите секунду надо его распаковать и так перед вами так называемые в чате черный артем история этого чайничка такова что у нас был ой какой он скрипучий прям металлический скрипучий за счет видимо за счет вот этого дополнительного обжига очень интересная структура конечно в общем был у нас чайник который взял себе артем он был из джуни и так всем понравилась вот это его форма она действительно очень очень кайфовая форма действительно очень крутая все от нее так кайфанули что мы заказали аж 10 единственное что к этому времени джуни кончилось и осталось сань пони насколько я помню такая вот она зернистая очень вот я думаю на видео видно ее структуру мы чтобы не повторяться захотели еще и сделать ее черный соответственно был проведен дополнительный до обжиг без вакуумный точнее вакуумный и она потемнела но поскольку это естественный обжиг а не там покраска как часто бывает имитация то есть чайник частично причем даже сильно я не ожидал видны то есть и сань пони красные пятна то есть он получился скорее не черным артемом а он кстати смотрите вот здесь вот и не знаю видно или нет какая красивая структура по сути можно назвать его скорее не черным а двух цвет но очень нереально звонкий стеночка скорее тонкая ну чуть толще чем тонкая дно очень тонкая работа крутая но немного немного конечно немного кажется не то что мы ожидали структуры конечно нереальные ребят вот как у нас были шуепины такие и тут тоже то есть структура он еще очень легкий он почти ничего не весит кстати вот тут вот мягко удобно конечно за металлические звонки той звонки практически как как металл давайте возьмем коробочку побольше о так у ребята а это у нас с вами этот чайник в наличии которого мы до конца не были уверены и сомневались потому что он был слишком жирный за эти деньги и же не хотела в итоге отдавать но я на него надавил потому что у нас их аж 7 7 или 8 штук и в итоге смотрите хоть мы и боялись этот чайничек правда у нас смотрите как сделано но тут и печать и что-то выгравировано опять кстати чайник очень тонкий вот это уже у нас с вами джунишка собственно ее сложно с чем-то перепутать очень жирный чайник мега жирный чайник просто жесть они кстати чем-то похожи это карликовая груша а это гармония то есть вот они похожи но разные они разные этот более приземленный плоский а так по структуре они в принципе похожи но этот конечно жир этот вот прям жир 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 же не обманул он прислал его блин смотрим дальше так а это что такое о но тут вообще каждый чайник в этот раз ты вообще и в предыдущих рассылках это отдельное искусство отдельная история это у нас с вами в прошлый раз нас были такие шуи пины если помните как раз кстати вот она вот тоже глина цинь пони значит у нас был уже такой шуи пин он разошелся по чату все от него в восторге ну потому что он очень тактильный очень приятный а это тот же самый шуи пин но немножечко такой вот он приплюснутый да немножко другая форма не знаю конкретно его название очень легкие чайники конечно же своем мастерстве просто о лишь страшно стал он превосходит каждый раз себя очень тонкие очень звонки очень тактильные то есть это не игрушки это вот прям вот это друзья искусство только посмотрите на это это просто офигенно четвертый чайничек хотя там могут быть все время чайники но думаю скорее чайник чем нет ой что блин же что ты блин что ты делаешь же у меня друзья нет слов ой же ой же нет но это это прекрасная вещь я вообще ничего не хочу сказать очевидно что это прекрасно знаете если кому-то вдруг не захочется я себе оставлю все потому что это супер прекрасная вещь может быть даже прекрасней чем мы ожидали от нее потому что предыдущие гончу не они же шуин ху у нас они были 140 миллилитров я говорю же а сделай к это еще питочек ну понятно что джу не она седает все дела и это прекрасная штука но объем здесь это чисто эгоист 90 миллилитров то есть все кто хотел гончу крупнее опять же я считаю имеют вправе отказаться от него хотя мне кажется это безумие откажется такого я заберу вот честное слово я заберу если что кстати могу также обменять на свой гончу 180 миллилитров без проблем ну это это нереально тактильно это нереально круто офигеть но размер совсем другой конечно как всегда же умеет удивлять вот такая прелесть маленькая от этого он еще просто конечно выглядит прелестней смотрите вот рядом с другими чайниками так о пошли ковши кстати ковшей там дофига и они все с гравировками по большей части поэтому давайте вскроем для начала прежде чем говорить во время продажи они все были пронумерованы но если честно не помню возможно это номер 4 а возможно номер 5 это либо дашин либо еще чей то вы уж сами свой узнавайте ой какой он прикольный слушайте шипяло всегда такие большие но этот он прям вот он небольшой и кайфовый вау еще глина очень вот эта серая необычная очень приятный кайф очень приятный чайничек все эти чайники точно у нас сколько я помню заняты один такой возможно есть но это не точно надо уточнять идем за шестым ладно главное не слишком радоваться то страшно так это у нас еще один прекрасный жиряк все с ним хорошо целенький все два жирных уже целые окей так еще один черно-красный артем так тоже весь весь целенький все все прекрасно коробочка побольше шустро все сегодня идет пожалуйста о друзья так это друзья я думаю вы узнали что как он жирный боже офигеть эти чайнички все были насколько я помню привет бронированы кто-то я помню там по-моему артем хотел без золота но это уже в следующий раз скорее всего очень приятно и вообще же сказал что у них драка было хорошо что мы забронировали свои пять офигенский девятый так и в девятом у нас о это друзья но тут каждый чайник это ооо это у нас еще один черный вариант еще один вакуумного обжига чайничек но это уже шуйпин его мы изначально то есть это вот тот же самый шуйпин тоже цаньпони который у нас тот раз был офигенный тактильный только уже до обжиги какой же он становится звонкий это офигеть очень крутой один из них слава богу мой какой-то я успел себе забрать а так они все предзаказаны кстати помните наши правила кто первый этап ки во время выхода видео имеет смысл писать все сразу мне я буду на связи до ночи спрашивайте будем решать и у нас 10 чайничек 10 чайничек хотя уберут чайники вот сюда так десятый чайничек по десятому чайнику я решил что каждый десятый у нас будет вот в этой большой коробке их там пять по моему скорее всего тут какой-то босс подозреваю что это голли пиновские чайники а смотрите-ка нет и это немножко другая тема чайничек тайваньского хранения прям как старые шины который сделан в 90 то есть он такой вот конечно очень видно что 90 скиллы были еще не такие крутые как сейчас но это ребята ручной чайник с ручной гравировкой кстати вот видно надеюсь ручная гравировка очень очень необычной формы то есть вот такая вот форма мы забрали по моему два таких из трех один вот этот вот он поедет к серёге москву его коллекцию и так не маленькую и один будет мой блин слушайте но это круто это круто теперь давайте посмотрим еще один презент анже послал мне знаю что я пью много пуэра вот такой блинчик он без обложки не знаю почему пахнет конечно он паршиво лишний раз подтверждают что вы синий пьют пуэрчик так себе то есть чайники прекрасный у них но вот чай если честно он пахнет так что прям вот скирдом скирдом посмотрим может быть отойдет еще и так следующая десятка у нас тут есть вот такие коробочки светло-синие не знаю чем они отличаются давайте на удачу вскрывать мне напоминает это какую-то игру где вскрывают клады и получают награду это малыш кстати кстати история об этом малыше один из них мой а так их по-моему должно быть три и остальные два свободны не знаю почему малыш что просто прекрасен во первых форма очень милая очень милая опять сань пони и глина очень тонкий по ощущениям вот прям ничего не весит сань пони прям очень изысканная очень прикольная крышка тоненький конечно слив видите маленький носик для каких-то изысканных чаев которым не нужно быстрый слив белый старый шен и прочие чаи которые ничего не боятся он будет отлично заваривать но конечно он прекрасен то есть я еще на видео просек это но сейчас вот вижу прям вау и объем кстати небольшой по моему около почтением 120-130 то есть такой полу эгоист можно на одного можно на двух один из редких чайников которые свободен и в нем у нас блин каждый раз боюсь открывать только бы ничего не сломано о и здесь у нас друзья тот самый артем в рыжем исполнении не такой звонки ну практически такой же но немножечко не такой у нас их по моему 2 для поле потому что у нее уже есть черный и для руслана не помню по каким причинам но вот захотелось ему такое правда мы думали что он будет все таки джуни красный он сан пони он рыженький хотя от этого конечно не менее прекрасный очень тактильная жирная глинка интересно три печати внутри кстати то есть это чайники сделаны прямо для нас на заказ то есть это никому а именно нам это всегда приятно когда ты пользуешься такими чайниками глина кстати похоже но вот тут темнее причем будет кругляш такой же пухляшку из такого же цвета должен быть то есть разная температура обжига и он становится темнее либо светлее так коробочка побольше и здесь у нас еще один золотой жирный красавчик из джини из фиолетовой глины все с ним окей давайте еще один тогда большой у друзья одна из самых любимых форм нашего чата судя по моей статистики конечно сильно на эту статистику влияет поле у которой уже будет три шипиао но так или иначе шипиао очень популярны очень очень жирный шипиао это кстати насколько я узнаю судя по его жирности да по моему это шипиао нурико увидел влюбился забрал вау ну слушайте есть чему несмотря на то что стоит он прям вот скажем недорого относительно меньше 20 но выглядит на все 35 очень шикарный жирный шипиао офигеть слушайте ну блин прям вот некоторые чайники даже жалко отпускать хорошо что тут много моих но вот не шипиао еще на коробочка и в ней у нас у артемка артем танцуй историю этого чайника имеется в прошлый раз он должен был приехать артему он его как всегда подобрал то есть это не тот артем в смысле артем то тот а чайничек уже новый вот здесь кстати вау она такая сильная я не думал что там такая перемычка крутая то есть это очень крутой жирный двухпалубник как я его назвал кстати глина похоже похожая да это красная но по структуре чем-то схожи тоже с цемпу не и вот артем в прошлый раз забыли его положить но вот в этот раз справедливость восторжествовала оплаченный чайник приехал еще один жире чочек тоже весь целый без трещинок все прекрасно то надо всегда проверять на всякий случай все супер слушать они все-таки пришли кайфа я вот волновался и сомневался потому что же такой ой мой босс все забрал я говорю а я уже пообещал ну ладно я думаю что так просто тут мне кажется танцуют причем два нижегородца еще танцуют наших новеньких танцуйте ребят есть почему танцевать это у нас уже получается 17 так еще один звене золотом очень хорошенький 18 безумие какое-то я помню раньше даже один чайник такой купишь это на полгода события а теперь такие ну давайте скроем 70 чайников что за безумие так только пожалуйста пожалуйста безбитых о слушайте а вот это интересная история а дело в том что в догонку к нашим артемом же выпустил снова артема из жуни как оригинальный чайник то есть как он был изначально он сделал парочку джуни ну точнее парочка до нас дошла я ее забрал ее никто не забронировал то есть прямо сейчас у вас есть возможность прям как как будто мы сейчас в стриме да кто первыми напишет того и тапки потому что это жир жир это самый оригинальный артем он ничем не лучше наших новых артемов давайте кстати сравним смотрите по размеру он немножечко меньше дело в том что джуни оседает конкретно больше я думаю мы все с вами видели видно что размер где-то миллилитров на 20-30 отличается но они одинаково прекрасны просто это другой чайник он чуть поменьше то есть его объем я так понимаю 120-130 оригинальный артем кстати был вот такой 160 так что это не оригинальный артем так скажем его уменьшенная копия джуни девятнадцатый что это такое а как я и говорил не всегда то могут быть чайники и это друзья я знаю что это вау спасибо же ты такой хороший человек конечно три крышечки и два чайничка на ремонт и он их отремонтировал 1 крышечка 2 крышечка и 3 крышка сейчас я вам покажу чайники для них во первых мой старичок у которого крышка была вся искоцана просто вся друзья и вот он теперь просто обрел новую жизнь как они это сделали причем я вижу что это та крышка на ней моя наработка на ней никаких следов кинсуги никаких следов склеивания это моя крышка если мы думали что так невозможно сделать ремонт и он просто сделал новую но видно что и цвет крышки не отличается кстати вот чайник тут немножко тоже пока цена я не стал отправлять то есть и цвет крышки не отличается и наработка осталось то есть друзья это тот же самый та же самая крышка и у меня теперь еще один легенький классный чайник 2 крышка от наверно самого эпичного и важного чайника в истории унесенных с того с чего и началась вся история несенных это квадрат ручной квадрат который у меня есть на канале первое видео как его делали и опять же давайте посмотрим ну видно что наработка моя то есть это моя крышка вот здесь был где-то куска и теперь ее нет все мой квадрат снова снова в деле снова появится в обзорах были и третье друзья не менее важная крышка причем это мой самурай 2 очень жирный чайник из которого давно использовался потому что крышка была отбита и самое главное на почте когда он ехал эту крышку вообще раздробили в клочья в клочья и теперь она целая слушайте но знаете что она какая-то вся стала гладкая то есть какой-то состав используется который в общем я не понимаю как это сделано никаких следов работы нет крышка это точности также это не новая крышка все она идеально подходит и все то есть не сам же сказал что даже он не знает что это за секретная разработка как они ремонтируют крышечки и чайники но сам факт остается фактом меня три чайника снова в работе ну и что 20 босс давайте посмотрим что во втором боссе положили боже я чувствую у меня не будет голоса у меня уже голос пропадает концу потому что это просто во первых начнем с того что этот квадрат мой любимый квадрат со скругленными углами ладно будем честными но так или иначе одна из моих любимейших форм потому что у меня уже такой чайничек был он уехал череповец во вторых это чайник голли пин это та самая тетя же вот ее печать я кстати даже не знаю какой он глины но похоже из фиолетовый блин какой он причем я думал гораздо больше потому что она обычно делает чайники от 250 миллилитров а этот чайник очевидно миллилитров 180 это конечно очень удивительно то есть это помимо того что эта вещь от крутейшего крутейшего мастера чайников это еще и можно часто использовать потому что объем гораздо меньше я думал что он будет просто красиво стоять у меня с таким-то объемом заявлено 250 но это реальная вещь и и можно использовать и часто даже на одного вот это прям украшение этой посылки хотя тут все чайники шикарные да но это вот просто пока все супер но нервы не отступают ведь это только 20 чайников боже я больше не могу так ладно это еще один рыжий артем у нас все с ним кайфово супер как это огромнейшая коробка просто огромнейшая раз пакет ю вау ну сейчас тимур станцует мне кажется сейчас танцует тимур все посмотрим что все было целое но по-моему такой чайничек у меня и у тимура у нас два и всего он даже больше чем я думал редкая форма шестиугольничек причем из вот такой интересной серой глины это либо дуанишка такая либо может быть кстати это и небесная глина тут под таким ярким светом не сразу и поймешь но это это прям жир форма просто безумная но это просто нереально даже по ощущениям в руках что-то очень особенное но он прям заметно большой тут миллилитров 200 точно есть не помню какой был заявлен объем но вот это мощь нереальный чайник кое же чудо новогодние вот что это все приехало до 31 кучу пришлось денег отдать за доставку чтоб только она все успела приехать продолжаем дальше помоет распаковку может было бы на 10 частей разделить и было бы норм так еще один джуни артем и тоже скорее всего свободный все целенькая все классно джуни артема почему-то никто не заметил но мне кажется это очень зря а это что друзья о это я даже забыл от его вида и не сразу узнал это у нас как раз двухцветный артем что дальше так теперь у нас черный двухцветный шуй пинчик к надо сразу просматривать на всякий случай мало ли чего ok ну что еще одна повторочка еще один мега жирный уже какая не помню сбился со счета о а вот это уже получается мой да если у нас этот был пожалуйста тимура этот мой ну или наоборот этот мой этот тимура чтобы не вскрывать вау кстати даже немножечко отличается то есть смотрите вот цвет не знаю видно ли на камеру но вот этот чуть темнее это чуть светлее так тихо с крышкой очень много дырок это будет просто безумнейший слив так еще один шуй пин блин шуй пины прекрасный моя любимая форма и они все всегда прекрасны почит тяжелая прям прям заметно тяжелая ой друзья сейчас кстати неизвестно кто танцует потому что таких чайников должно быть три не знаю почему они все свободны я уже давно знаю что если никто не вызвался забрать чайник сразу то когда он приедет тут ребята проникнуться потому что ну как бы далеко не ходи видно что это очень крутая штука он плоский он такой вельветовый это у нас кстати какая-то другая глина вообще похоже на дитцаоцин мой любимый то есть он скорее всего после полугода работа может раньше он станет очень жирным он пока прям вельветовый вельветовый то есть такой вот нежный гладкий и кстати он небольшой все боялись что он большой нет тут не больше 170-180 миллилитров может даже 160 чем-то похож на мою любимую рыбку но еще более сплющенную ну или можно сказать что это сплющенной сиши и так быстро мы с вами подошли к боссу кто же там надо выдохнуть это еще один мой чайник помните мы говорили о тайваньской коллекции один взял серега и один вот этот из 90-х из тайваньцев мой потому что по сути он похож на шуйпин только со сложной формой я не мог его конечно себе не зацепить хочется плакать просто друзья это так прекрасно афи несмотря на то что вот этот чайник очевидно полуручной слишком сложная форма но полуручной руками я скидывал видос как это делают это очень сложная работа и если мастер крутой это вообще все равно вот смотрите наша десятка без повторок у нас вот здесь по моему фу и можем переходить четвертому десятку у меня уже голова кружится даже от этого всего от переживаний еще один шуйпинчик все хорошо какое то получается раз два три четвертый шуйпин то есть остался еще один так карликовая жирная груша еще одна и последний шуйпин как-то мне везет из такого количества чайников то что повторная ну ладно давайте возьмем синенькую масштабу очень новенькая шуйпины мы тему закрыли по что интересно смотрите-ка вот этого в теории здесь быть не должно это 3 рыжий артем возможно у нас 7 к 3 кстати да точно тогда все ок мы переходим к большому чайнику и здесь у нас еще один прекрасный ковш у нас сегодня будет как минимум 11 по моему 11 ковшей они же шипяо вау слушайте ну вот это что-то если честно тактильно это что-то совершенно новое то нереально блин не помню чей это друзья но я бы на вашем месте прям танцевал прямо сейчас и у нас еще один шипяо еще один шипяо этот у нас из красненькой глины очень тоже такая тактильная фактурная тоже очень кстати все шипяо почему-то очень помимо того что они гравированные они все очень тактильные очень очень круто ощущаются не знаю передает ли видео но это это просто все жир вся как кровью сердце сейчас у полины обливается все шипяо уезжают куда-то но не все и знаете тут шипяо но не и мы натолкнулись на какую-то волну шипяо дзинишная такая толстостенная прям вот я бы назвал гроза шум толстенькая крышка звонкая приятная тактильная дзинишная более традиционные шипяо это же с гравировочкой прям очень хороший шипяо в этот раз следующая коробка и у нас здесь повторный но от этого не менее прекрасный приплюснутый шупинчик и предбос значит 39 ого я даже не думал что они уже приедут как это же уже положил этот чайник вот буквально появился за день до выезда посылки и же уже успел туда положить это у нас с вами дровяной чайничек из той самой драконии печи гулонг черный но я бы даже сказал темно-синий очень необычная расцветка структура тоже очень необычная он прям вот такой дровяной дровяной и по-моему вот как раз такой формы один свободный был и вообще я не ожидал вот так быстро удивительно он очень красивый вот честно скажу и тактильный и красивый а монослив из тонкости которые надо знать монослив но я не знаю я уже полюбил монослив у меня с ним проблем нет и босс что у нас на этот раз ой друзья что блин рома нет рома по-любому будет танцевать знаю рому знаю рому он будет танцевать по-любому потому что это божественный чайник но насколько же он большой то есть мы опять же ожидали чайник 250 миллилитров но это если честно по ощущениям все 350 огромный крутейший чайник от тети же голли пин офигенной формы смотрите какая крышка офигенный такте о какой он вельветовый но вот еще смотрите кстати очень необычные вот такие вот здесь сделаны узорчики под крышкой редко кстати делают достаточно тоже все сделано вручную то есть чайник полностью ручной всего 35 тысяч друзья аналоги в магазинах будут стоить я даже не знаю но 100 и то не факт единственный минус это конечно размер смотрите вот рядом шипяу поставлю да или вот шуипин были вот это моща ром танцую ты знаешь это очень крутейшая лютейшая вещь с пушкой сливом с кучей дырок иду за следующей десяткой ставить уже чайники некуда просто ну и пока мы не начали пятый десяток предлагаю посмотреть прудик от же он в толстеном слое полиэтилена да блин да в смысле в толстеном слое же полиэтилена как как блин так могло случиться но грёбаный блин одна крышка дровяного пруда сломаны две других целые так стойте тут еще что то есть походу у нас четыре пруда было но вот и по негласному закону унесенных она моя так ну хорошо хоть у других решил посмотреть продолжим тогда смотреть чайники а потом посмотрим еще ведь приемные части у прудов в отдельном пакете вот уж как не запакуешь миллион слоев пупырки пузырки воздушки об решетка все равно каким-то образом они умудряются ломаться так ладно возвращаемся в нашу вселенную и это сиши это сиши у нас три сиши одна у нас кстати полина насколько я помню вот смотри вот такая вот сишишка пол очень-очень какая-то нежная детская с таким носиком забавно очень забавная лайтовая такая сишишка которая видно что она будет прям жирный потом вся такая вот уже чувствуется в руках когда есть перспектива наработки окей сиши откладываем сюда так еще один черный артем этот вот кстати кажется чуть чуть более черный это у нас еще одна сиши объемчик прям небольшой очень приятная сиши сюда давайте откроем что-нибудь огромное и здесь у нас в углу так огромное шипяло но цвет глины очень необычный тыквенный прямо тыквенный спас как любят сейчас говорить то есть он жирный тыквенный все как шипяло гравировочка конечно четкая очень много иероглифы веточки бамбука все есть на месте класс и дальше ой друзья ой друзья это шипяло и это шипяло и можно было бы сказать что это та самая полина шипяло но нет нет друзья отличить ее не сложно она такая же жирная на такая же прекрасная но у нее нет на дне гравировки поля забрала на дне с гравировкой а это шипяло блин кстати тут рисунок смотрите рисунок тела переходит в крышку то есть вот он прям лежит по рисунку сейчас по моему кто-то планировал забрать но если никто не заберет то я заберу очень хороша по моему марка были у нее виды вот это вот эта вещь вот это жир вот эта гравировка которая переходит конечно это очень круто более вот такое вообще не хочется отпускать все чайники все оставил по большей части они у меня и будут по моему так а это друзья еще один отремонтированный чайник у него было треснуто дно и у него еще какие-то были проблемы и вот это точно тот чайник я вижу следы от поэра свои то есть они научились она чуть становится более гладкая все больше никаких следов кстати где у меня крышка в данном случае наоборот крышка дождалась своего героя мой джуни снова в сборе смотрите какой красавчик такой красавец да класс ура продолжаем этот самый вероятный чайничек в нашей сегодняшней распаковке потому что их 8 или 7 наш все в порядке двухцветный артём сорок восьмая коробка и 40 получается 6 чайничек и это у нас опа а что это у нас такое это какой-то из самураев и не помню кстати кто заказывал самураи разве по моему у нас они уже все при а друзья я понял это еще одна магия это еще одна магия это чайничек слава бочкарева он был во первых он был коцнутый во вторых его почта разбила и носик и кры и ручку все поломала и вот вот я смотрю я не вижу никаких следов то есть я не понимаю как они этот ремонтировали но вот он целый слава танцуй потому что это магия это магия теперь у тебя целый самурайский чайничек так чайничек перед боссом пятым это еще один пузатик о как интересно смотрите как тут обожглось тут есть светлая прослойка и вот светлая прослойка а тут вот темная то есть этот такой же пузатик как там не но он такой же просто у него есть прослойка как будто немножечко более слабо пропеченная ну и давайте перейдем к пятому боссу у нас их 6 по моему всего так и это ой друзья так только бы он был целый только бы он был целый слава богу слава богу дима череповце выдохнул потому что это один из самых дорогих чайников рассылки один из самых дорогих чайничков дима и это у нас внешний тюльпан работы той самой голы пин наши любимые его вот это конечно да ну чувствуете да это джуни друзья этот чайник стоит в китае 13 тысяч юаней у нас он конечно гораздо дешевле ценовая дискриминация решает плюс как видите оптом закуп решает то я думаю будет один из любимейших чайников димы это просто но это нереальная вещь вот этот тюльпан он конечно большой в нем тут под 250 точно может и больше объем но даже в руках держать это просто это просто праздник то есть и глина и работа и форма боже как же ты хорош как же ты хорош видны ручные промазы друзья понимаете ю там прям видно вот следы ручных то есть видно что печать поставлен до начала работы она согнута как и стенка то есть это полностью безумный ручной чайник такой формы поэтому я понимаю чем стоит 13 еще они боже у димы просто коллекция скоро будет круче моей если уже нет просто посмотрите ручной чайник такой формы это же безумство видно вот как вы мяли это реально босс и у нас с вами значит пятый десяток чайников слава богу пока все кроме пруда моего целая шестой шестой десяток боже стой десяток чайников да блин серьезно и вот с такого мы начинаем все целое все прекрасно просто это еще один чайничек который прям я уже тогда предвкушал что мне не захочется отдавать потому что это еще один дровяной гулонговский шуинху все смотрите вы видите это тут тут выгравирован дракон что тут выгравирован прям объемный дракон и и тут тоже какой-то хвост то есть мало того что это блин дровяной чайник с кучей дырок да не нет это это вообще законно ну он выглядит тысяч на 90 может быть и 150 если честно это вообще чайник выглядит дороже чем даже предыдущий я мне очень прям интересно как они делали вот это давайте все забудем что его кто-то заказывал а я оставлю себе продолжаем что там дальше так слава богу шоколадники золотом не надо комментировать больше в повторок пожалуйста так двухцветный артем еще один шоколадный золотом сколько у нас уже получается все все 5 штук так приплюснутый шуйпинчик еще один приплюснутый шуйпинчик каждый из этих чайников прекрасен его можно было бы рассматривать 10 минут но поскольку мы просто не можем сидеть здесь вечно то я вот так немножечко покажу его и мы пойдем дальше оно началось и сейчас танцует поле а почему танцует поле а потому что приехала что-то для нее на моей памяти это конечно один из самых крутых шипя потому что гравировка на теле на крышке . какая-то штукулька не нефрит вроде бы и смотрите дно это же это не дно вам это просто офигеть какой жир какой жир и тут еще маленькая гравировка ручная нет просто это мой полина сейчас должна прыгать до небес и все целенькая все отключаю видео больше меня не найдете все оставляю себе просто чувствую себя дедом морозом такие чайники так тут тоже пошла незаконная штука это еще один гулонговский прекрасный офигенский чайник интересно что это за глина почему она после травяного обжига становится такой какой-то вот тут вообще зеленый а тут она по сути цвет морской волны то есть это ой крышка притерта еле снял это просто будет слышать это просто незаконный чайник но он сразу заказан димой из минусов из минусов просто облизываемся и уходим дальше кстати дракония печь запускается раз в год так для справки вот этот один его тоже до следующего года больше таких не будет это у нас 69 о еще один пузатенький малыш третий по моему их три как раз и давайте здесь без босса потому что босс будет 70 и что важно последним 80 поэтому тут мы обойдемся без босса и это еще один пузатик четвертый все-таки их 4 класс слушать я не знаю почему они свободны честно я не знаю я не знаю я не знаю и так седьмой десяток чайников по-моему это рекорд у нас до этого было максимум 60 с чем-то так еще один жирный супер чайник слава богу целый так у я никогда не устану удивляться наверное я мог всю жизнь заниматься вскрыванием чайников ну разве что у меня потерялся бы голос как можно перестать такое делать мы ждали этого три месяца и насладимся этим по полу вау какой он тонкий прямо чувствуется дно очень тонкая работа один из самых маленьких шипяв тонкостенненький очень необычная работа очень много гравировки и она отличается от остальных я не знаю мне кажется после этой распаковки будут очень много счастливых людей потому что но таким чайником невозможно не радоваться друзья это просто вот мой причем это такая летающая тарелка который ножик почти не видно она просто так лежит это будет на фотох выглядит просто нереально вот я такого не помнил странно что у нас только пузатиков по моему другой стороны по моему они должны быть разных цветов давайте сравним просил прислать же немножко разного температуры обжига чтобы показать чем они отличаются так что это за чудо и это чудо для бориса но наконец-то борис дождался звучание все смотрит смотрит распаковку а где мои чайники говорит и вот вот этот точно его это точно его это у нас яйцыще дракона я не скажу что это яйцо дракона это примут яйцыще вот прям огромная звонкая жирненькая очень фактурная сам я не до конца понимаю эту форму но в таком исполнении я вижу и впервые по-настоящему не какая-то дешевка вот крутое яйцо настоящего дракона пошли гунчуни кстати удивительно что да и по и же там сколько у нас три или четыре у нас их всего три надо было больше брать надо было больше брать такая прелестная мелочь и вот еще один сразу все третий это у нас 67 понимаете не знаю кто там это смотрит мне уже не хорошо и каждый раз чайники все круче этот вот например чайник егора он был самый дорогой золотом то есть чайники покрывают что не знал настоящим золотом пускай вот тут немного но все же и тут конечно рисунок тоже особенный смотрите какой особенный рисунок иероглифы блин класс этот шипяо ну тут все они как мой голос уже на остатках так давайте я вот так буду делать значит вот шипяо значит то было не самая маленькая шипяо потому что вот это это еще меньше 110 по моему лишь 120 очень подробно опять же очень подробный рисунок серенький маленький шипя в к возможно это кстати дашин вот я боюсь ошибиться не ругайтесь на меня я все не запомнил просто нереально предвозовая коробка новогоднее безумие друзья да что ж такое то куда куда поднимается этот градус и только я хотел сказать что ну все нечем уже удивить и тут друзья у нас мой шестиугольничек точнее у нас таких два один мой один димен очень кстати глина в общем особенная то есть это необычный день и это фиолетовая глина с хун лун особенная на для такого чайника и взяли форма тоже особенная тут вот у нас две печаточки очень легкая если бы я мог радоваться я бы сказал что это грандиозно я даже убирать не буду и теперь босс что там в боссе лежит понял что это у нас друзья еще один не помню фит финальный наверное уже чайник голды пин для серёги в москву вот он то кстати смотрите вот он то реально большой я почему-то думал что шоколадный он будет таким же но нет смотрите это кстати не дуани это беншайн луни это зеленая глина по моему его даже пересвечивает как-то такое ощущение что он словил пересвет вот друзья в общем это опять грандиозная работа даже на ощупь ощущается и грандиозность крышка какая-то мега притертая беншайн луни это большой чайник это конечно в гости к серёге приедем надеюсь попьем очень необычная глина такое достаточно редко у нас встречалась один чайничек лины был из этой глины и по-моему еще какой-то кстати сейчас еще один должен быть из нее вспомнил так чайники убирать уже некуда поэтому они с нами это еще один шестиугольник все шестиугольничек все мы с димой спим спокойно дай мне сил дай мне сил это у нас еще один плоскочок и вот кстати вот этот гораздо жирнее предыдущего то ли же из него пил разочек то ли что но вот смотрите видите как он быстро ну очевидно прям жирнее чем чем предыдущие второе всего должно быть 32 из них свободно так куда еще так темный артем двухцветник мы смотрим 7 десяток чайников так джуни все в порядке мы слава богу пока сегодня все целые этот у нас 3 плоский все тоже целенький так и еще один жиряк вот один из суперских чайников но мы по нему так бежим ну такой ну джуни это же просто вот он достоин отдельного видео этот супер чайник друзья у нас три финальных чайника и босс то есть всего 4 то есть мы подходим к 80 вот тот самый кстати чайник о котором я говорил желтенький очень кстати необычный нетрадиционный для нас и возможно поэтому он тоже свободный это тоже баньшань смотрите какой он то есть он во первых с колечком достаточно редкая но и в целом вот эта форма тыква по моему она называется она достаточно достаточно редкая тут есть гравировка помню сверчки гравировка сверчков немножко иероглифов вообще очень интересная форма наверное оставлю себе его а пока пока я не решил он еще свободен финал мы прям приближаемся к финалу не уж тут ничего не будет кроме пруда битого тогда я переживу еще одна сиши это вот моя наконец-то теперь могу сказать точно моя сиши тоже не бита предпоследний чайник предпоследний чайник и это еще один оранжевый артем слушайте ну по моему уже положил что-то бонусом лишнее это хорошо и пока мы еще не дошли до босса давайте посмотрим прудики прудик один все целое прудик номер без номера возможно это мой с разбитой крышкой будет теперь кстати он для сливания всякой жижи возможно использоваться 3 прудик слава богу тоже целый фу и он тоже целый ну все только крышка одна пока финальный финальный босс будет смешно если он будет разбит точнее вообще не смешно ну давай что у нас там и у нас там парам пам 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 целый чайник друзья ура ничего не разбито кроме прудика прудик мой так что можно пережить я уже же договорюсь значит еще один тайваньский чайник 90-х с другой гравировкой тоже его кто-то забрал по моему так что свободных чайников не так много буквально 10 штук из вот этих вот всех 80 ну и 78 если быть точным там же крышки еще бы друзья мы сделали это вы представляете мы это сделали все чайники получаются вот они вот они все чайники которые приехали к нам сегодня и еще часть крышечек вот они вроде бы все показал поздравляю всех нас на подписывайтесь пишите комментарии пишите ваши вопросы забивайте чайники кто успеет лучше новогодний распаковка все целое что можно еще пожелать теперь главное чтобы они до вас сюда ехали следующих видео пока пока друзья пока